В эфире программа «Пастырь добрый». В книге «Патриархии и Пророки» говорится о том, что доставляло первым людям на Земле неограниченную радость, что приводило их в восторг, чему они посвящали большое количество времени. Сказано, тайны окружающей их вселенной являлись для Адама и Евы неограниченным источником знаний и радости. Они изучали тайны света и звука, дня и ночи, строение растений, живых организмов, проникая в тайну их жизни. Божественная слава в небесах, порядок и гармония творения говорили им о безграничной мудрости и могуществе Творца. Это побуждало их снова и снова прославлять и благодарить Создателя. Еще одна цитата. Вот что записал в своем дневнике русский ученый-академик Владимир Иванович Вернадский. «Какое наслаждение вопрошать природу, какой рой вопросов, сколько причин для удивления». Эти две цитаты говорят о том, что вопрошать природу, познавать великого Бога, познавать его мудрость, которая сокрыта в мире природы, это интересно, это источник неограниченной радости, нет ничего более захватывающего, более увлекательного, чем познание Бога в книге Библии и в книге природы. Давайте обратимся к первой главе книги Бытие. Когда мы смотрим на первую главу в целом, мы можем увидеть, что все повествование о творении можно разделить на две части, на два цикла. Первый, второй и четвертые дни – это деяния Бога в космосе, а в третий, пятый и шестой дни Бог начинает творить уже непосредственно на земле. Обратимся к первому этапу творения. В первом стихе описан первый акт творения. Сказано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Данное высказывание подразумевает, что вначале Бог сотворил планету Земля. О втором дне творения сказано «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделил Бог воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так». Здесь указывается на то, что Бог разделил воду вверху от воды внизу. Воды внизу – это водные пространства на поверхности Земли. Исследователи задавались вопросом, что может означать выражение «воды вверху», воды, которые над твердью. Израильский ученый-физик Натан Авиэзер в книге «Сотворение мира и наука» пишет «Скорее всего, речь идет не просто об облаках. В тексте сказано, что вода находится над твердью, над атмосферой. Возникает вопрос, как в космическом пространстве могут свободно парить обширные массы воды. Далее автор приводит интересные факты. Прежде всего, один из источников воды или льда в космосе – это кометы. Американский ученый Фред Уиббл выдвинул теорию грязного снежка, то есть комета – это такой большой снежок, который является смесью льда с частицами метеорной или космической пыли. Даже небольшая комета содержит в себе миллиард тонн льда. Например, так называемое облако Аорта – это скопление комет на далекой окраине Солнечной системы. В нем насчитывается до триллиона комет, и это только в этом облаке. Однако внеземная вода есть не только в кометах. Так, например, кольца Юпитера и планеты Сатурн состоят в основном из кристаллов льда. Планеты Нептун и Уран их называют ледяными гигантами. Они также в основном состоят из льда. Многие спутники планет, такие как, например, Ганимед и Европа, они также покрыты толстым слоем льда. Астрономы говорят, что основная масса воды и льда находится в космосе, а земные воды – это всего лишь малая доля по сравнению с водами в космическом пространстве. Вот что, скорее всего, значит вода, которая над Твердью. Мы можем сказать, что во второй день творения Господь продолжал создавать различные тела Солнечной системы, в том числе и эти небесные ледяные гиганты. Что Господь Бог созидал в третий день творения? «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша, и стало так». В данном тексте описано образование материков, а также гидросферы, то есть образование морей и океанов. У исследователей также возник вопрос, если поверхность Земли неподвижна, монолитна, статична, если она полностью покрыта водой, каким образом эти огромные массы воды могли внезапно устремиться в одно место и образовать сухие поверхности. Еще сто лет назад геологи полагали, поверхность Земли – это одно цельное монолитное образование, все материки стоят как бы на прочном фундаменте. Однако в XX веке ученые выдвинули так называемую теорию тектоники литосферных плит. Литосферные плиты лежат не на монолитном статичном фундаменте, они как бы плавают в вязком слое мантии. Поэтому они постоянно перемещаются, они находятся в постоянном движении относительно друг друга. И когда Господь произнес слова «Да соберется вода в одно место и доявится суша», мы можем предположить, что по слову Бога эти гигантские плиты стали перемещаться и произошел так называемый континентальный дрейф. В результате на разрывах или на разломах этих плит могли образоваться понижение рельефа или же океанские впадины, куда и собралась вся вода. Выше мы говорили о внеземных водах, о водах над Твердью. В данном случае идет речь о водах на земле. Однако в том и этом случае мы видим, что Господь Бог обладает непостижимой властью над стихией воды. Относительно четвертого дня творения в первой главе книги Бытие сказано, 14 текст, «И сказал Бог, да будут светила на Тверде небесной». Помимо Луны, в четвертый день творения, Господь созидает главное тело Солнечной системы и называет одной из главных функций Солнца, да будет светильником, чтобы светить на Землю. Температура ядра Солнца составляет примерно 13,5 миллионов градусов по Цельсию. Ученые до конца не могут понять, откуда источник такой невероятной энергии. Принято полагать, что источником питания Солнца является ядерный синтез. Есть предположение, эти термоядерные взрывы настолько мощные, как будто миллионы ядерных бомб взрываются каждую секунду. Далее сказано, 16 текст, «И создал Бог звезды». Солнце – это также звезда, и, надо сказать, не самая яркая и не самая большая. Крупнейшая звезда, которая известна в настоящее время, это красный гипергигант НМЛ Лебедя. Ее радиус в 1650 раз больше радиуса Солнца, а объем в 4,5 миллиарда раз больше, чем объем Солнца. Солнце по сравнению с этой звездой-гипергигантом – это просто пылинка. Мы говорим о размерах звезд, однако каково их количество, каковы масштабы Вселенной? Солнечная система – это лишь крохотная часть галактики Млечный Путь, однако Млечный Путь – это всего лишь одна из сотен миллиардов галактик во Вселенной. Космос, Солнце, Океаны – это стихии, перед которыми люди всегда испытывали страх, беспомощность и бессилие. Однако Господь Бог, Творец неба и земли, обладает неограниченной властью над стихией воды, над стихией огня и солнца. Господь Бог обладает также властью и над этим непостижимым космическим пространством. Мы рассмотрели несколько этапов творения. В первой главе книги Бытие описано первоначальное несовершенство земли. Однако Господь положил конец всем этим трем несовершенствам. Вместо тьмы появились светило, вместо безвидной водной стихии появилась суша, и, наконец, вместо безжизненной пустоты и пустыни Господь Бог своим могущественным словом создает самые разнообразные формы жизни. Появилась упорядоченная, высокоорганизованная биосфера. Этим Господь показывает, Он обладает властью не только над космическим пространством, не только над стихией огня и воды, Он обладает также властью и над стихией жизни. Рассмотрим несколько примеров творческой силы Бога и его власти над жизнью. Одно из таких удивительных созданий – это наутилус. Форму раковины наутилуса называют «золотой спиралью». Золотое сечение – это не просто случайность, это точно просчитанная математическая формула, это константа, которая имеет строго выверенное число – 1,61. Эта божественная пропорция, божественная симметрия присутствует во всем создании, во всем дизайне Бога. В чем особенность инженерной конструкции наутилуса? Этот причудливый моллюск долгое время оставался загадкой. Исследователи пытались понять, за счет чего он погружается на огромную глубину и каким образом он потом всплывает. К тому же его раковина довольно тонкая, однако она настолько прочная, что это не просто дом, в котором живет моллюск, это настоящая крепость. Как такая тонкая раковина может выдерживать давление до 70 атмосфер? У наутилуса раковина разделена на 39 камер. Моллюск живет в передней, самой большой камере. Тонкую раковину делает прочной целая сеть перегородок. Каким образом наутилус всплывает и погружается? Если наутилусу необходимо всплыть, с помощью специальной трубки сифона через клапана наутилус закачивает и нагнетает в эти камеры биогаз. В результате раковина всплывает, как поплавок. И наоборот, чтобы погрузиться, наутилус откачивает биогаз из камер и заполняет их водой. Это удивительная инженерная конструкция. Еще одно устройство – это реактивная струя. Наутилус под большим напором выбрасывает воду позади себя и таким образом он передвигается. Надо сказать, ученые позаимствовали эту технологию для создания реактивных двигателей. Будет несправедливо, если мы не упомянем о верхах путей Божьих. В 103-м псалме псалмопевец говорит «Там в океане плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил». В книге Иова Господь посвятил описанию Левиафана почти две главы. Это сороковая и сорок первая главы. Кто такой Левиафан? Самыми большими существами на нашей планете считаются голубые киты. Поэтому Господь говорит «Нет подобного Левиафану, нет более крупного, нет более мощного, нет более громкого существа на земле». В 14-м стихе сороковой главы книги Иова сказано, что это верх путей Божьих. В связи с этим возникает вопрос, почему Господь так подробно описывает мощь и силу этого морского гиганта. В чем заключалась драматическая ситуация Иова? Иов – праведник, богобоязненный человек. По условиям завета, Иов вместо проклятий достоин обрести благословение. Однако в его случае теория расходилась с практикой, истина расходилась с опытом. В один момент Иов – благочестивый, богобоязненный человек – теряет почти все. Он теряет все свое имение, он теряет слуг, погибают все его дети, и, наконец, последний неожиданный удар – Иов поражен смертельным заболеванием. На что смотрит Иов, когда оказывается в данной критической ситуации? Он смотрит на свои обстоятельства. И что он видит? Вернее, чего Иов не видит в этих обстоятельствах? Что для Иова не очевидно? Для Иова не очевидна справедливость Бога, мудрость Бога, его сила, его любовь. Для него не очевидно, что Господь контролирует ситуацию в его личной жизни, и то, что он контролирует ситуацию над этим миром. Всего этого Иов не видит? В художественной картине Андрея Звягинцева «Левиафан» представлена подобная ситуация. Главный герой также теряет все свое имение, трагически погибает жена, и когда он находится в этих ужасных жизненных обстоятельствах, он встречает по дороге местного священника, смотрит ему в глаза и с сарказмом спрашивает, «И что же, отец Василий, где же твой милосердный Бог?» Определенно, в какой-то момент каждый из нас задавал Богу подобный вопрос. «Господи, Ты управляешь этим огромным, невероятным, этим сложным и непостижимым миром. Однако я не вижу, что Ты как-то контролируешь ситуацию в моей жизни. Я не вижу, что Ты как-то управляешь моими жизненными обстоятельствами». Как Господь Бог отвечает на подобные непростые вопросы? В ответ на вопрошение Иова Господь произносит две речи. В первой речи Господь представляет Иову картины творения. До этого момента Иов задавал Богу вопросы, однако ситуация разворачивается, и теперь вопросы задает Бог. Посредством данных картин творения Бог задает вопрос Иову. «Иов, можешь ли Ты создать этот мир так, как это сделал Я?» За этим следует вторая речь Бога, и именно в этой второй речи Господь в кульминации подробно описывает Левиафана. И далее Господь снова спрашивает Иова, «Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Можешь ли Ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его?» Данными словами Господь говорит, «Иов, я не только мог создать этот высокоорганизованный мир, но я могу и управлять этим сложным миром». Господь говорит, «Я могу повелевать невероятные стихии космоса, я могу повелевать стихии огня, я могу повелевать стихии воды, я могу также повелевать Левиафану, я могу повелевать этому морскому гиганту». Священное Писание часто обращается с призывами, «Взирайте на Бога, взирайте на Иисуса Христа, взирайте на крест, взирайте на праведника, взирайте на мужей веры, это так, это достойно и правильно». Однако помимо этого, мы очень редко вспоминаем повеление Христа, «Он призывает, что вы беспокоитесь о пище, об одежде, о работе, взгляните на птиц небесных, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут». Это ключевая весть Бога. В жизни очень важно смотреть в правильном направлении. В трудные минуты, подобно Иову, все внимание в такие моменты у нас, как правило, фокусируется на нашей черной точке, мы ничего больше не видим вокруг. И, как сказал однажды Ницше, если долго смотреть в свою черную бездну, тогда бездна начинает всматриваться в нас. Однако Господь Бог обращается к Иову и призывает его, «Смотри не на свою черную точку, всматривайся не в бездну своих страданий. Иов, подними свой взор, смотри на птиц небесных, смотри на полевые лилии, смотри на левиафана, на морского наутилуса, смотри на золотые пропорции в природе». Вот в чем открывается мудрость Бога. В те моменты жизни, когда мудрость Бога для нас становится неочевидной, во всех наших сомнениях, страхах и беспокойствах очень четко, очень ясно, очень наглядно и очевидна мудрость Бога, любовь Бога и Его силу мы можем разглядеть в мире природы. Мир природы – это главное свидетельство Божьей премудрости и Божьей силы. Господь Бог в своей мудрости никогда не ошибается. Бог может вести нас через пустыню или через море, однако Бог всегда ведет нас лучшим путем. Все, что происходит в нашей жизни, все содействует ко благу, как сказано в послании к римлянам. Господь Бог обладает властью не только над стихией воды, огня и космоса, Он обладает властью и над нашими жизненными обстоятельствами. Лев Толстой однажды писал, «Бог есть любовь, а из любви ничего худого и плохого выйти не может». Поэтому Священное Писание призывает нас всегда и во всем Богу доверять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин